Друзья, еще раз телезрители, мы приветствуем вас, те, кто сейчас в прямом эфире, приветствуем вас, благословляем во имя Иисуса Христа. Я только что сейчас говорил, что Бог сейчас будет высыпать сюда духовные благословения. И если ты жаждущий, если ты ищущий, ты обязательно найдешь свой ответ, ты обязательно найдешь то, что Бог для тебя приготовил и дал уже. Тебе нужно взять духовным телом твое благословение и адаптировать его. Потому что мы духовные люди, мы не просто физические люди. Мы новое творение во Христе Иисусе. Мы способны общаться с Богом. Мы способны понимать Его, слышать Его, получать от Него. Послушайте, если художник способен из ниоткуда вытаскивать шедевр, представьте, сидит художник, перед ним белый лист бумаги. И он начинает рисовать. И такая красота появляется. То есть откуда-то он берет же это. Из духовного мира, из воображения. Он берет, он питает это. Тем более мы верующие в Иисуса Христа, которым дана благодать соприкасаться с Божьим Словом. Мы берем оттуда, из источника. Мы не берем откуда-то, из другого источника. Мы не перелазим забор. Мы входим дверью через Иисуса Христа. И получаем наследство, которое Бог нам приготовил. Итак, тема проповеди будет называться «Богатая вера». Мы знаем, в мире есть богатые и бедные. Иногда, когда человек бедный, он просто заложник бедности, нищеты. Он родился таким, он будет жить таким. И, скорее всего, он умрет нищим. Он всегда будет мечтать о том, что лежит на полках в магазине. Он всегда будет смотреть на дорогие машины, на которых ездят футболисты, актеры. У него слюни будут течь. Он будет себя, конечно, представлять. Вот я еду в Бугатти или в чем-то еще, Мазератти. Но это будут мечты. И в понедельник эти мечты развеются реальность. И он пойдет на работу, на которую он не хочет идти. И вот так жизнь человека проходит. Но богатые люди совсем по-другому живут. Может быть, и мы когда-нибудь это узнаем лично. У них нету проблем, нету стресса. У них много есть времени. Они могут приобретать все, что они хотят. Почему? В чем разница? А разница в том, что у одних есть, а у других нету. В том, что мы, бедные верой, виноваты только мы сами. Бог сегодня хочет нас выводить из нищеты. Знаете, бог всегда откуда-то человека выводит. Помните, израильский народ. Бог вывел откуда? Из рабства. Это хуже нищеты быть не может. Это представь. Ты приходишь на работу. Ты себе ищешь материал, строительный материал. Ты должен искать. Работать тяжело. А если ты не будешь работать, тебя будут наказывать. И ты должен это делать каждый день без выходных. Ну, а кому вообще охота такое? И кому вообще охота, знаете, работать и строить чье-то счастье? Чьи-то треугольники строить. Понимаете? И Бог что сделал? Бог против рабства. Бог против угнетения. И Бог против нищеты. Бог богатый. Библия говорит, что Бог богатый милостью. Давайте мы прочитаем местописание. Ефесянам 2, 4. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Если бы Бог не был богатый милостью. Бог богатый милостью. Знаете, у нас тоже есть милость. И мы тоже прощаем людям. Но наше прощение зависит от того, насколько мы богаты милостью. Мы можем человека просто простить. Просто простить. А многие не могут. А многие не могут мелочи простить. А почему? Потому что они не познают. У них нет богатой милости. Вот Бог такая личность, которая имеет богатую милость. Ты давно уже должен был загреметь куда-то. Ты давно должен был погибнуть. А Он тебя хранит. А ты даже и не просил это. А почему Он это делал? Потому что Он тебя любит. И Он богат. Если бы Он был бедный, Он бы тебя простил только 7 раз. А так Он сказал, Я тебя буду прощать в день 490 раз. Знаете, помните, как Петр пришел и сказал, Сколько можно прощать? Знаете, Петр такой, На пределе уже возможностей. Сколько мне прощать брата моего? 7 раз. А Иисус ему говорит, Ты о чем, Петр? Ты о чем? Ты у меня спрашиваешь. Если ты хочешь знать мое мнение, То я всегда равняюсь на отца. У него богатая милость. Он богатый. Он не бедный. Поэтому Он тебя будет прощать. Ты будешь просить прощания, Он тебя будет прощать. А Петр уже был на пределе. Ты говоришь, что он не мог прощать. Потому что он был беден. Знаете, бедные не могут давать. Бедные не могут покупать. Бедные всегда страдают. Бедные ходят в угрюмые. Они мечтают. Их мечты не сбываются. Но у Бога такого нету. Бог нас любит. Бог хочет, чтобы мы были богатые верой. Сам Иисус показал нам пример богатейшей веры. Знаете, невозможно открывать глаза слепым, воскрешать мертвых, кормить людей. В пустыне несколько тысяч человек, не имея веры. Без веры невозможно угодить Богу. Иисус имел очень великую веру. Откуда мы знаем об этом? Из того, что когда Иисус плыл с учениками в лодке, начался большой шторм. Сильный ветер начался ночью. И знаете, что случилось? Ученики почувствовали смерть. Они почувствовали такую опасность. Они сказали, что мы погибаем. А Иисус что в этот момент делал? Спал. А они прибежали к Нему. Они не могли решить эту проблему. Хотя должны были. Они же были учениками. Они прибегают к Иисусу, будят Его и говорят, вставай, учитель, мы погибаем. Но у Иисуса было другое мнение по этому поводу. Он не погибал. Он только начал свою миссию. Он не мог погибнуть. Вот так вот в лодке утонуть. Поплыл на озере. И где Сын Божий? Знаете, утонул. Он спал. Надо было что-то делать. А он спал. Он спал, потому что в покое. У него все нормально. И они разбудили Его и говорят, мы погибаем. И они еще, знаете, с укором таким. Тебе что, нет дела до этого? Ты что, не с нами разве погибаешь? И знаете, что Иисус, Он решил эту проблему за одну секунду. Он решил ее вот так вот. Раз. И Он сказал просто бури, утихни, перестань. И сразу сделалась великая тишина на море. Сразу, моментально. Вот просто представьте себе, от такой сильной бури моментально сделалась тишина. Конечно, на них пришел страх и ужас на учеников. А Иисус им сказал, где вера ваша? Видите? Он какой вопрос задал? Он спросил, где ваша вера? Говорит, а этим Он показал. Вот моя вера. Вот моя вера. А я был с вами в такой же ситуации. И никто из нас не может сказать. О, Иисус не был в моей ситуации. Да вот Он был с учениками в лодке. Он проявил веру. Из того, что Он говорит, где вера ваша, мы делаем вывод, что Он проявил свою веру, показав, как нужно было сделать. Нужно было встать и запретить ветру. А они были в шоке. Они не понимали. А Он говорит, вы что думаете? Я вас позвал в команду быть своими учениками просто так, чтобы вы ходили, вы должны стать таким, как Я. Часто Иисус спрашивал своих учеников, где вера ваша? И тут же демонстрировал свою веру. Он указывал. Когда Он видел в людях веру, Он так радовался. Вот ничто Иисуса так сильно не могло удивить и порадовать, как вера людей. Например, той женщины с кровотечением. Он сказал, женщина, велика вера твоя. В Артемере Он сказал, вера твоя спасла тебя. Сотнику Он сказал, я и в Израиле не нашел такой веры. И все они получали. Все они получали ответы. Все. Чем отличается богатая вера от бедной веры? Мы же все верим. Но мы все верим по-разному. Каждый верит в того Бога, которого себя представляет. Если вам рассказали о таком печальном, угрюмом, бессильном Иисусе, у вас запечатлилось это в вашем воображении. Вы не будете его тревожить, вы не будете его просить. Представьте, вот, например, дети знают, что у родителей нет денег. Они даже не будут просить. Если я скажу, например, детям, нет денег. Они не будут просить. Они ни за что не будут просить. А если я скажу, я хочу тебе сделать подарок, я хочу, что ты хочешь, они будут просить. И так же и мы. Если мы знаем, ну, наверное, Бог, Он, наверное, не хочет мне дать что-то. Он не хочет ответить. У тебя неправильное представление о Боге. Потому что Бог сказал, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, умеете. Представьте, будучи злые. То тем более Отец мой Небесный даст, даст, не может быть, не посмотрят, даст благо просящим у него. Задается такой вопрос, почему же тогда многие верующие не получают этих благ? Потому что нет веры. Если вера бедная, то эта вера, она никак человеку не помогает. Вот Петр вышел из лодки и шел по воде. Он использовал веру. Вера Петра строилась на Слове Божьем. Иисус сказал ему короткое слово. Иди. Он взялся, ухватился за это как за основание и пошел. Пошел по воде. И тут же он засомневался, потому что волны стали с ним разговаривать. Он вошел в контакт с природой. Волны, ветер. Он думал, о, сейчас я утону и все. И переключился. И закричал Иисус, спаси меня. Иисус написано, прости руку. Извлек его из воды. А куда он его извлек из воды? Там же не появилось камня. Островка не появилась. Он извлек его на воду. Опять поставил на воду. И написано, они оба вошли в лодку. Ты можешь с Иисусом ходить по воде. Если ты будешь Ему верить больше, чем волнам и ветру. Если ты будешь обстоятельствам верить больше, чем Иисусу, ты провалишься. Если ты Иисусу будешь больше верить. Вся проблема маленькой веры от того, что нет контакта с Иисусом. Все исходит из него. Вот даже если суммировать всю эту проповедь, это будет к тому сводиться, что если мы с Иисусом тесно ходим и общаемся, и получаем откровение, мы будем становиться похожими на Него. Каждый из нас это может делать. Каждый из нас. И мы видим, Иисус без различия, без разбора говорил людям, что женщине, что мужчине. Он говорил, велика вера твоя, велика вера твоя, велика вера твоя. Вот поэтому ты получил чудо. Вы знаете, что Вартимей не должен был получить зрение? Он должен был умереть слепым, потому что даже сам Иисус прошел мимо Него. Вот просто Иисус, вы что думаете, Иисус не видит ни больных, ни слепых, коллег не видит, нищих людей не видит. Он не видит верующих, которые страдают. Все видит. Он просто проходит мимо. И вы скажете, это бессердечный Иисус. Нет. Нет. Он хочет видеть в нас веру. Это условие для получения чуда. Вера. Как Павел написано, он увидел, что этот хромой имеет веру для получения исцеления. И подошел ему и сказал, и не ты исцеляешься. И он встал. И стал ходить. И о них написано. Иисус без разборок говорил. Велика вера твоя. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Он восхищался верой людей. Вера, когда приходит в нашу жизнь, происходит, также приходят вместе с верой перемены. Бог, благодаря вере, выводит нас из нищеты в богатство. Вот скажите, Египет, где находился израильский народ, божий народ. Представьте, божий народ. Над ним издевались. Обижали его. Плетями наказывали. Запретили рожать. Всех мальчиков должны были убивать. Представьте, какая жизнь была у детей божьих, у избранного народа божьего. Представьте, они выли. И написано, так выли. Знаете, те, кто тяжело работают, это еще полбеды. Есть люди, которые воют. У них уже слез нету. Они выть только могут. Когда это закончится, это ужас в моей жизни. И вы знаете, что? Написано, Бог нашел. Бог услышал этот вопль. Дошел до неба. И Бог подзывает Моисея и говорит, выведи мой народ из Египта. Потому что вопль народа моего дошел до слуха моего. Вопль. Вот как они плохо жили. Что Бог сказал? Выведи мой народ. И скажи им, я введу их в землю, где течет молоко и мед. Где не надо добывать, где не надо копать. Там течет. Знаете, что такое течет? Это просто кружку подставляешь. Хоба, меда попил. Кружку подставляешь. Молока попил. Там не надо зарабатывать. Это благодать. Благодать это то, что не ты сделал. Вот что такое благодать. Если ты что-то сделал, это уже не благодать. Есть усилия с нашей стороны. Но благодать это работа Святого Духа. Чем отличается богатая вера от бедной веры? Богатая вера платит и дает. Она приобретает. Бедная вера просит, умоляет. Бедная вера себя еле содержит. А представьте, Иисус сказал, я пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Жизнь в изобилии. Чтобы у тебя всего было много. Вот почему Он хочет, чтобы у тебя была богатая вера. Чтобы не только себя ты мог содержать, но еще и за других молиться. Еще и других вдохновлять. Еще и других благословлять. Если ты сам с дыркой в кармане. Представь, у тебя даже нет денег на билет приехать. О какой вере может идти речь? Как ты можешь кому-то помочь, если ты сам в нужде? Но у Бога всегда есть хорошая новость. Что Он выводит тебя из рабства. Куда? В обетованную землю. Вот куда Он. А там, скажите, там нищие есть в обетованной земле? Там нету. Это обетованная земля. Это царство Божье. Иисус в Новом Завете никогда не говорил обетованная земля. Он что говорил? И проповедовал. Царство Божье. Царство Небесное. Вот куда нас Бог хочет вывести. Откуда вывести из Египта, из рабства, из нищеты и ввести нас в Царство Божье. И вы знаете что? Мы видим Петра, как богатейшего человека верой. Богатейшего человека верой. Представьте. Он идет на молитву. Ходите на молитву, братья и сестры. Он идет на молитву. И вдруг встречает проблему. Он видит человека хромого чрева матери. И что он делает? А тот просит милосты. Написано, он увидев у них их, Петра и Иоанна, да? Он начал у них просить деньги. Петр, всмотревшись в него, говорит ему, у меня серебра и золота нет. Он говорит, ну то, что я имею. Послушай, верующий человек даже без денег может сделать чудо в триллионы раз больше, чем человек за деньги сделает. За деньги можно сделать очень большие чудеса, послушайте. Можно километровый дом построить в небо. Можно говорить, это невозможно, это невозможно. Человек просто скажет, слушайте, мне нужно построить за три года километр в небо. Быстро сделали и все. И те быстро сделают невозможное, станет возможным. Благодаря чему? Богатскому. Богатые могут позволить себе, бедные, ничего. Богатые веры могут позволить себе чудеса. Они могут позволить себе не только себя содержать и прокормить, а еще окружающих людей. Иисус заботился каждый день. Он должен был содержать команду свою. И скажите, они любили кушать? Наверняка мужчины любят кушать. Минимум по три раза в день. И у него не было с этим проблем. Он содержал. А потом 70, а потом 500. Он заботился и о трех тысячах, о пяти тысячах людей. Он мог это делать. Но мог бы он это сделать, если бы у него была маленькая вера? Никогда. И вот Петр подходит к этому хромому человеку от чрева матери и говорит, серебра, золота нет у меня, а то, что я имею. Петр, а что ты имеешь? Если у тебя нет денег, ты никто. Ты в этом мире, пойми, в этом мире не прожить без денег. Он говорит, знаешь, я хочу дать тебе откровение выше. Я хочу тебе показать чудеса выше чудес, которые делают деньги. Можно спросить, а разве таки есть чудеса? Он говорит, смотри. И он говорит, а то, что я имею. Представьте. Он так заявить смог. Он имел. Что он имел внутри себя? Да можно много чего перечислять. Конечно, он имел внутри себя царство. Потому что Иисус сказал, я завещаю вам царство. И Петра он вывел из рабства, из Египта и ввел в обитованную землю. Петр, апостол Петр, благодаря Иисусу вошел в обитованную землю и стал владеть царством Божьим. Не просто для себя, еще и распоряжаться. Поэтому он мог говорить, как богатая личность. Я оплачу сейчас все твои долги, вообще не переживай. И он сказал, серебра, золота нет у меня, то, что я даю тебе, то, что я имею, то даю тебе. Взял его за правую руку, дернул, поднял. И написано, моментально укрепились ноги его. И он встал, начал ходить, начал прыгать и хвалить Бога. Он уверовал. Он уверовал. Скажите, уверовал только один человек в этом случае, в этой истории. Там сбежались все люди. Сбежались. Сбежались на это чудо, потому что все знали этого человека. Этого нищего, этого хромого. Петр говорит, а то, что я имею, вдруг открывает сейф. И достает ноги изнутри, из себя, из царства. Достает ноги. Не просто ноги. Не простые ноги. А спортивные ноги. Аллилуйя. Он прыгать смог. Здоровые сегодня не ходят, не прыгают. Полежать бы, посидеть. Не спеша пройти бы. Это начал прыгать, скакать, хвалить. Аллилуйя. Настоящий харизмат. Вот они откуда пошли. Представьте, Петр. Вот смотришь на него, не дать, не взять. А это богатейшая личность. Почему? У него вера есть. И тебя не могут обокрасть, потому что царство внутри тебя. Ты благодаря своей вере, ты можешь благословлять людей вокруг себя. Не только себя содержать, еще и людей. Люди могут быть благословенными вокруг тебя. А когда у тебя вера слабая, она у тебя бедная, ты сам нищий. Ты такой против, Господи, восполни мои нужды. Это вообще молитва неправильная. Это молитва неправильная. Я хочу заявить, молитва, Господи, восполни мои нужды, неправильная. Кто молился такой молитвой? Я молился такой молитвой. Господь хочет сделать нас богатыми. Потому что Иисус пришел не только дать жизнь, а жизнь с избытком. Это переводится в изобилие. Потому что жизнь для тебя, вот у тебя, представь, есть кусок хлеба, да? А изобилие, у тебя есть почва, чем кусок, ты можешь раздавать другим. Можешь ли ты раздавать, если у тебя у самого только себе поесть? Нет. Помните, как пришел пророк Божий к женщине и говорит, что у тебя есть? Я хочу кушать. Она говорит, знаешь, у меня есть еда ровно для меня и для моего сына на один раз, и мы потом умрем. У нас больше еды нет. Бог приходит, вопрос нищеты решить. Скажите, она умерла, эта женщина? У нее столько было муки, у нее мука не заканчивалась в ее банке, и масло не заканчивалось. Представьте, она могла бы оттуда вагонами таскать, и оно не закончилось. Почему? Потому что баночка была подключена к небу. Представьте, мы не просто люди, мы не должны воспринимать себя как люди. Ой, я смотрю, женщина передо мной, понимаешь? Я смотрю, это богатая женщина, у нее есть вера. Я смотрю, это богатый мужчина, у него есть вера. Он может выглядеть просто. Послушайте, но он подключен к небу, он подключен к Богу. На любом месте, в любое время суток он может дать ответ человеку. И такими нас Бог хочет сделать, потому что сам Иисус был таким. И когда он уходил с земли, ученикам он дал наставление. Написано, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Мы такие думаем, о, это было только для учеников, это было для столпов церкви, а Иисус говорит истину. Уча их, идите проповедуйте Евангелие по всей земле, уча их, учить надо их, делать все, что я повелел вам. Так и оказывается, Иисус говорил, что все, что он учеников своих научил, ученики должны были научить другие народы. А нас никто не научил, вот мы и в проблемах-то живем. Мы умоляем Бога, как Деда Мороза. Вызываем Его. Дай Бог, Он один раз в год придет. И весь, и весь, и весь. Поймите, что Бог хочет открыться, как Отец любящий. И Он сам говорит, Он уже открывается нам в Писании, Он говорит, просите, и да, она будет вам. Ищите, найдете, стучите, отворят вам. Все нормально. Вы в правильном положении. Вы праведники. Праведник означает правильное положение перед Богом. А мы-то и кровью Иисуса Христа. Все, Бог нас смотрит в Иисусе Христе. Не жди критических ситуаций. Сейчас, как ученики Иисуса Христа, в чем их успех заключался? Послушание. Иисус сказал, следуй за Мною. Прямо на рабочем месте. Сидит в сети, вымывает. Еще с отцом, отец. Представьте, отец, в то время отец. Это все. Сидят с братом, чинят сети. Сейчас готовятся к рыбалке, закидывают сети. Появляется, откуда неизвестно вообще. Откуда Иисус появился? Появляется, говорит, ты, здесь за Мною. Написано, сразу же оставил сети. Бросил свой телефон. И пошел за Иисусом. Второму, говорит, ты, следуй за Мною. Бросает и идет сразу. Без разговора. Вот она, вера. Вот они уже проявляли веру. Подходит к этому, к Матфею. Он вообще был сборщик. Налоговая полиция. На рабочем месте прям. Заметьте, Иисус никого не взял и не позвал за собой в команду с дивана. О, привет. Ты выспался? Ладно, поспи, я приду через три часа. Ты еще поспи. Я в час дня приду к тебе, подниму тебя с кровати, тихонечко кофе на тебя разбужу. Он приходит прямо в твою жизнь и говорит, следуй за Мною. Он может тебе сейчас прямо подходить. Он может тебе подходить, он духовная личность. А он говорит, ты готов следовать за Ним? Ты готов идти в чудеса, которых ты не видел никогда? Ты даже о них не читал никогда? Сколько таких периодов было на земле? Духовных пробуждений. Сколько? А все это приходило из-за духовной жажды, из-за духовной пустоты, из-за вот этой пустыни, из-за вот этого Египта, когда ничего не происходит. Ничего не происходит. И люди начинают искать Бога и говорить, где ты, Бог? Где ты? Мы слышали, что ты живой. Где ты? И вот Бог, Он начинает раздувать эти молитвы. Давайте еще, 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 еще. И потом обязательно приходит. Обязательно приходит туда, Бог, где молятся. Аминь. Будьте благословенны. Будьте благословенны.